Сергею 14 лет. Он учится в теоретическом лицее Мирчелия, где города Неспарень. В пятилетнем возрасте он остался на попечении бабушки и дедушки. Пока мама мальчика трудится за границей, чтобы обеспечить будущее сына, бабушка жалуется на поведение внука. Пожилая женщина говорит, что подросток не слушается ее и прогуливает уроки. Он уходит в школу, но откуда я знаю, куда он идет. Я спросила учителей, был ли он сегодня на занятиях, и они ответили, что да, был. Думаю, что он частенько шалит. На один урок идет, а другой пропускает. Я в качестве классного руководителя старалась сблизиться с ним, чаще вызывать на разговор, пыталась расспросить его о проблемах. Упрашивала одноклассников уделять ему больше внимания, не оставлять одного интересоваться его переживаниями. Каждый день нам приходится с ним бороться. Он постоянно прогуливает уроки, и мы вызываем в школу бабушку, а та твердит одно и то же. Я отправляю его в школу, уже не знаю, что и делать. И вот такой ответ мы слышим изо дня в день. Тот факт, что ему приходится расти без матери, очень повлиял на мальчика. Серджио признался, что ему не нравится учиться, и поэтому он часто прогуливает уроки. Меня не тянет в школу. Я постоянно ругаюсь с учителями. Они все время на меня кричат. Преподаватели теоретического лицея Мирча Элиади говорят, что миграция несет в себе целый ряд рисков для несовершеннолетних. Это и прогулы уроков, и насилие, и социальная очужденность. В этом списке перечислены дети, родители которых находятся на заработках за рубежом. У них много пропусков, что негативно влияет на общую ситуацию в лицее. На мой взгляд, необходимо разработать закон, обязывающий родителей при отъезде за границу оставлять детей под официальную опеку попечителю. Согласно официальным данным, у каждого пятого ребенка в Молдове один из родителей находится за границей, а у каждого десятого оба родителя трудятся за рубежом. Но в действительности их число намного больше. Печальнее всего то, что разъехавшиеся по миру в поисках заработков родители забывают о том, что они в ответе за то, как живут и растут их дети. Данные Министерства труда гласят, что 19 из 100 детей, чьи родители находятся за рубежом, подвергаются оскорблениям со стороны своих сверстников. 17% сталкиваются с подобными ситуациями в школе, а 6% – в обществе. В кругу приятелей 17% детей, растущих без родителей, подвергаются физическому насилию. В республике Молдова свыше 150 тысяч несовершеннолетних разлучены с родителями, уехавшими на заработки в другие страны. По данным европейской статистики, феномен детей, разлученных с родителями, достиг в Молдове одного из самых высоких показателей среди европейских стран после Румынии.